5 июня 2016 года в Ак-Тубе произошел теракт. Сегодня прошло ровно 4 года с того момента, как радикалы захватили оружейные магазины и прорвались в воинскую часть, не жалея никого на своем пути. За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 255 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,0%. В частности, в Актюбинской области выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В водоемах Актюбинской области люди тонут из-за беспечности. Накануне печальную статистику утонувших пополнили еще 2 Актюбинца. В эфире программа «Факт» в студии Галхар Тургаева. Здравствуйте! 5 июня 2016 года в Актюбе произошел теракт. Сегодня прошло ровно 4 года с того момента, как радикалы захватили оружейные магазины и прорвались в воинскую часть, не жалея никого на своем пути. Помнят ли Актюбинцы те тревожные дни, узнавали наши журналисты. Все началось примерно в 14.30. Группа неизвестных лиц ворвалась тогда в оружейный магазин «Паллада», находившийся по проспекту Алии Малдогуловой. Продавцу преступники нанесли несколько ножевых ранений, от которых тот скончался на месте, но перед этим успел нажать кнопку тревожного вызова. Из магазина были похищены холодное и огнестрельное оружие. После именно эти кадры с камер видеонаблюдения магазина разлетятся первыми по всему миру. Сегодня здесь о трагедии мало что напоминает. Нет ни живых цветов, ни того самого оружейного магазина, но случившееся хорошо помнят люди из соседних домов. Да, я как раз выходил, слышу стрельба. Как раз вот тут я недалеко живу. Бегут вовсю люди. Тут одного убили, потом там. Ну, короче, их тоже всех, можно сказать, или семь, или восемь они это. Как вы думаете, с того момента изменения какие-то произошли? Могут ли произойти еще какие-то события? Ну, знаете, тут бабка на двое гадает. Это все будет зависеть, как наша экономика. Если она поднимется, значит, ничего не будет. А если будут спадать, люди, как говорится, могут пойти на такие, чтобы семью кормить там, и все. А вот воинская часть Нацгвардии. Здесь орудовала группа террористов из 17 человек. После ограбления магазина эта группа захватила маршрутные автобусы и протаранила им ворота. Внутри началась интенсивная перестрелка, в которой погибло трое военнослужащих. После случившегося к обеспечению безопасности воинской части подошли с полной ответственностью. По периметру установлены камеры видеонаблюдения. Ворота теперь внутри и снаружи оснащены железными зубчатыми перегородками. Но тогда, четыре года назад, по словам октябинцев, во все происходящее поверить было невозможно. Многие успокаивали себя тем, что стрельба в военной части – это всего лишь очередные учения. Да, я и живу тут рядышком. В нашем дворе стреляли, бегали. Страшно было вам? Конечно, страшно. Что вы тогда думали? Ну, честно говоря, думаем, просто какая-то милицейская операция. А потом уже, когда люди начали говорить, что случилось, тогда страшно, конечно, стало. После этого события, как вы считаете, что-то поменялось у нас в городе, власть вообще сама, чтобы не допустить такого больше? Ну да, усиление, во-первых, воинской части, не как проходной двор стал. И, ну да, и патрулирование чаще стало. Ну да, по-моему. А дальше город погрузился в тишину. В Ак-Тубе объявили красный уровень террористической опасности. Общественный транспорт прекратил движение. Сотовая связь и интернет периодически не работали. А магазины максимально сократили время своей работы. На протяжении недели в городе проходили спецоперации по поимке и ликвидации террористов. Последнего удалось задержать 12 июня. В основном все на эмоциях произошло. Вообще не соображал. Я не знаю, к чему это пошло. Позже на скамье подсудимых окажется 29 человек. Все они были признаны виновными в совершении тяжких, особо тяжких преступлений против личности, собственности, а также против общественной безопасности и общественного порядка. Семь из них получили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Еще двое фигурантов получили 25 лет и 22 года. Кристина Ведь, Жаслан Жубаев, программа «Факт». За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 255 заболевших коронавирусной инфекцией, передает «Тенгри Ньюс». Прирост составил 2,0%. В частности, в Актюбинской области выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это 1,6%. Выписаны по выздоровлению 366 человек за сутки. Всего в стране выявлено 12 312 заболевших коронавирусом. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 606 человек. 52 летальных случая от COVID-19. В водоемах Актюбинской области люди тонут из-за беспечности. Накануне печальную статистику утонувших пополнили еще два актюбинца. Где произошли трагедии, рассказали спасатели. Редко лет обходится без трагедии на водоемах. Тонут взрослые, переоценившие свои возможности. Тонут дети, оставшиеся без присмотра родителей. Накануне в Каргалинском районе, в Батамше, в одном из карьеров, утонул 16-летний подросток. Тело извлекли из воды, где глубина доходит до 25 метров во впадинах. Второй несчастный случай произошел в Актюбе. На реке Сазда утонул 51-летний мужчина, который был нетрезв. В целом, все несчастные случаи произошли из-за пренебрежения правилами поведения на воде, а также из-за купания в запрещенных местах. Как правило, люди тонут, конечно же, молча. Особенности, вот сейчас люди, употребив спиртные напитки, ныряют и не выныривают. То есть происходит спазм сосудов, учитывая то, что сейчас в настоящее время вода еще толком не согрелась, вода холодная. По рекомендации медиков, вода должна быть свыше 18-20 градусов. А на сегодняшний день, вот буквально, если мы будем говорить по вчерашнему случаю, факту, да, в Каргалинском районе температура воды была чуть более 7 градусов. А на реке Сазда, Саздинка, было чуть более 15 градусов. Поэтому люди, употребив спиртные напитки, нырнув, купаясь в воде, сосуды сжимаются, происходит спазм, поэтому люди молча тонуты. Аксюбинцам советуют быть бдительнее и не рисковать. При алкогольном опьянении в воду не входить, не купаться и в несанкционированных местах. Особенно сейчас, когда вода, в принципе, еще не прогрелась до нужной температуры. И, конечно, нельзя оставлять без присмотра детей. Всего сначала потепление, а именно с 20-х числов мая в нашей области под воду ушли уже 6 человек. Официально купальный сезон стартовал 1 июня. Планируется, что по всей области заработают 51 пляж, 9 из них в городе. Для организации безопасности на водоемах области в летний период ежедневно проводятся усиленные патрулирования более 340 сотрудников ДЧС, МПС, Октябинского юридического института, детских инспекторов, юридальной полиции и волонтеров. Закупание в запрещенных местах и распитие спиртных напитков в общественных местах привлечены к административной ответственности 50 человек. Спасатели рассказали, что обычно человек тонет по нескольким причинам. Паника, судорога и купание в состоянии алкогольного опьянения. Реже из-за травмирования при погружении в воду неудачного ныряния. Результативность работы водолаза в большинстве случаев зависит от наличия ориентиров, оставленных им очевидцами событий. Важно запоминать, говорят специалисты, где именно тонувший ушел под воду. Понятно, что человеку уже не спасти, но достать его из воды и придать земле для родственников важно. Лиза Цакева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Участковым инспектором полиции задержан угонщик дорогого внедорожника, сообщает пресс-служба департамента полиции области. 3 июня в дежурную часть Семирского РОП обратился житель поселка Промысел с заявлением о том, что со двора его частного дома был совершен угон автомашины «Тойота Хайлюкс». Незамедлительно был объявлен план перехват. Ориентированы все наряды комплексных сил полиции. Участковым инспектором полиции на автодороге Ак-Тубе-Шубар-Кудук в районе поселка Журун была замечена и остановлена автомашина, схожая по ориентировке. За рулем внедорожника находился 22-летний односельчанин потерпевшего. Проведенная экспертиза показала, что автоугонщик управлял автомашиной в нетрезвом состоянии. Также выяснилось, что подозреваемый не имеет водительского удостоверения. В настоящее время проводится досудебное расследование и решается вопрос об избрании меры пресечения. Сегодня в Ак-Тубе состоялась 44-я сессия областного маслехата. Представители государственных ведомств озвучили финансовую отчетность по реализации государственного бюджета за прошедший год. Бюджетные кредиты 12,8 миллиардов тенге. Они были увеличены на 2,2 миллиарда тенге или на 23%. Бюджетное кредитование было предоставлено пяти администраторам. На строительстве жилья за счет облигационных саймов было выделено 5,6 миллиарда тенге. Для кредитования субъектов предпринимается в рамках госпрограммы ЕМГ 6,2 миллиарда тенге. Для социальной поддержки сельских специалистов 988,5 миллиарда тенге. Предоставление жилищных сертификатов 21,3 миллиарда тенге. В копилку областного бюджета за 2019 год поступило 196,1 миллиарда тенге. Большую часть суммы составил перевод из национального фонда 76,3%. А остальную часть заполнили налоговые и неналоговые поступления. Общий результат работы сегодня озвучило руководство финансового управления. Так, 12,6 миллиарда тенге направили на повышение заработных плат врачей, педагогов и других работников социальной сферы. 9,4 миллиарда тенге ушло на поддержку и развитие сельского хозяйства. В рамках спецпроекта «Аулель БСГ» 9,1 миллиарда тенге выплачено населению в качестве пособий и адресной социальной помощи. В этом году Акимат области решил ужесточить проверку хода распределения бюджетных средств. Двух подполковников, трех майоров и двух капитанов полиции освободили от должностей в Шимкенте из-за нарушения норм служебной этики при проведении процессуальных действий, сообщили в антикоррупционной службе, передает Тенгри Ньюс. По представлению антикоррупционной службы по Шимкенту в рамках досудебного расследования по факту превышения должностных полномочий приказом начальника департамента полиции Шимкента Освобожденный от занимаемых должностей начальник отдела по борьбе с наркобизнесом управления криминальной полицией Шимкента Оперуполномоченный отдела по борьбе с наркобизнесом Шимкента Сообщил следователь по особо важным делам первого департамента агентства по противодействию коррупции Даниар Бегайдаров При этом не уточняется, как именно сотрудники полиции нарушили нормы служебной этики Их не уволили, они остаются в системе в резерве О новостях республики смотрите далее Кастак сообщает, в Казахстане смертность от коронавируса составила 0,3 на 100 тысяч населения Сообщил министр здравоохранения Елжан Бертанов В Казахстане мы имеем 1% тяжелых больных на сегодня Смертность от коронавируса на 100 тысяч населения составляет 0,3 Это существенно ниже, чем в других странах, сказал Бертанов на брифинге Он уточнил, что летальность от коронавируса составляет 0,4% от общего числа зараженных Кастак сообщает, в Казахстане идет вторая волна коронавируса Считает министр здравоохранения Елжан Бертанов Многие ученые говорят о возможности второй волны В ряде регионов волны идут В Казахстане тоже первая волна была, пик заболеваемости во второй половине апреля Потом была снижена и где-то в середине мая повторный рост По сути, это вторая волна у нас в Казахстане Сказал Бертанов на брифинге При этом он отметил, что более серьезный всплеск заболеваемости возможен в октябре По словам министра, не исключено, что будет несколько волн коронавируса При этом он подчеркнул, что полностью все карантинные мероприятия Будут сняты только при нулевом приросте количества заболевших Чего пока не наблюдается нигде в мире По сообщению КАСТАК, карантинные ограничения усилены в АТРАУ В связи с двумя летальными исходами от коронавирусной инфекции в АТРАУской области И анализа мобильных групп по мониторингу И контролю за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий Принято решение об усилении карантинных ограничений в АТРАУ Говорится в сообщении В частности, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий Деятельностей кинотеатров, театров, выставок и так далее В сложившейся ситуации также принято решение о запрете на посещение крупных площадей и парков города КАСТАК сообщает У 18 рабочих на месторождении Каламкас АО «Мангистао-Мунайгаз» подтвердили COVID-19 Все они госпитализированы в инфекционный стационар в АКТАУ В АО «Мангистао-Мунайгаз» уточнили, что на месторождении создан стратегический запас продовольствия и медикаментов Запрещен въезд и выезд на месторождение Каламкас до особого распоряжения руководства, компании и местных государственных органов Работа по изоляции контактных лиц продолжается Сейчас на месторождении работают специалисты управления здравоохранения, санитарно-эпидемиологических служб Которые предпринимают все меры для того, чтобы купировать болезнь, не дать ей распространиться Рассказали в ЦОК региона На месторождении Каламкас на вахте находится 2473 работника В настоящее время месторождение работает в штатном режиме И ситуация находится под контролем Заместитель генерального прокурора Булат Димбаев обратился к казахстанцам из-за призывов к незаконным митингам Передает Tengri News 6 июня вводится в действие новый закон О порядке организации проведения мирных собраний Для организации проведения собраний, митингов и пикетов Законом предусмотрен уведомительный порядок Объясняет Булат Димбаев По его словам, для демонстрации и шествия установлен согласительный порядок Организаторам и местным исполнительным органам создаются условия Для организации и безопасного проведения мирных собраний и охраны здоровья их участников При этом мирные собрания должны проводиться в специализированных местах На данный момент местные представительные органы проводят процедуру по определению таких мест и маршрутов следования. Организация и проведение мирных собраний возможны после завершения указанной процедуры, добавил заместитель генпрокурора. Кроме того, в стране действует карантин. Министерством здравоохранения 4 июня распространено обращение, в котором сказано, что на период карантина в стране установлен запрет на проведение массовых публичных мероприятий, в том числе митингов, подчеркнул Дембаев. Он напомнил, что за несоблюдение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность. В этой связи призываем граждан не подаваться на провокации и воздерживаться от участия в незаконных публичных акциях, заключил Дембаев. Кастак передает список видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на отстрочку по кредитам, расширен в Казахстане. Так, в новый перечень вошли отрасли, которые в наибольшей степени пострадали вследствие введения чрезвычайного положения. Это отрасли торговли, обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, проживания и питания, информации и связи, образование и здравоохранение, говорится в сообщении. Сбивший насмерть мужчину на трассе Шахтинск-Караганда полицейский избежал ответственности, передает Кастак. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения, заявил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Ернат Калиакпаров. Полицейский батальон управления специализированной службы охраны сбил 25-летнего жителя Шахтинска на личном БМВ. 30 сентября 2019 года в ночное время суток, 8 километров от Шахтинска. В итоге следствие посчитало, что страж порядка не мог видеть свою жертву в ночное время суток на неосвещенном участке, что и стало поводом для освобождения от ответственности. А сейчас короткая реклама, сразу после которой вы увидите. Актюбинцы, проживающие в частных домах, расположенных по проспекту Санкибай-Батыра, против расширения дороги. Сегодня с жителями в очередной раз встретились должностные лица. Ежегодно 5 июня отмечается Международный день охраны окружающей среды. А казахстанские экологи – профессиональный праздник. Нағыз, кыдырыс, табиғат аясында болу керек. Земни сат Мерамханасы. Сіздерді жазғы аланға шақырады. Біздің жазғы орнымыз Мерамхананың жайлылығына табиғат аясынен әр береді. Кәуэттен лүлекебаптың аңқыған иесі. Гүлдермен саялы бақтың ортасында тартымдырақ мұла түсті. Сарқраманың тазалығы, салғын сосындар. Шығыс және Европалға асыйдың тағамдары. Алдәліғасында Мерамхананың жабық залы бей аланы бар. Жазғы бақ, қысқы бақтың жалғасы. Өз мерекеңізді таза ауада тойлаңыз. Крүйесе ретропарк жағанда. Борьба с коронавирусом – это невидимое единоборство. Первый раунд за нами, но бой не закончен. Вирус никуда не делся. Он рядом с нами. Хотим выиграть и не заболеть? Правила известны. Надеваем маски в магазинах и на транспорте. Держим дистанцию в общественных местах. Избегаем массовых мероприятий, чаще моем руки, неверим слухам и провокационным теориям. Только так мы сможем победить. Наша здоровье зависит от каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok против расширения дороги. Сегодня с жителями в очередной раз встретились должностные лица, чтобы разрешить проблему. Подробности в следующем сюжете. Актюбинка Лариса Мысленно живет здесь более 20 лет. И за это время проводились разные ремонтные работы проспекта. В 2009 году дорожное полотно расширяли до 4 полос. А в 2019 власти заявили о повторной реконструкции дороги. На этот раз до 6 полос. И в целом-то жители не против расширения. Главное, чтобы это делалось не в сторону их домов, как и указано в проекте. Идет сумасшедшее превышение ПДК. Еще даже в 2009 году, когда мы делали замеры, уже тогда ПДК, шум, все превышало практически в два раза. Здесь находятся также живые люди. Мы вот здесь живем. Мы получали официальное разрешение на строительство. Если сейчас снесут около тысячи единиц деревьев, это какой огромный урон экологии и нашим санитарным, как говорится, это все. Мы здесь вообще не сможем жить. Потому что есть всегда, всегда, я считаю, есть альтернативные решения. Жители уже на протяжении двух лет пытаются добиться пересмотра этого проекта. Но единственное, что получалось, это немного оттянуть время. За время этих споров в городе уже трижды сменился градоначальник. В последний раз экс-аким Мавр Абдулин, согласившись со всеми доводами жильцов, поручил сделать корректировки в проекте. Из бюджета на это было выделено 10 миллионов тенге. Только вот корректировки, видимо, никакой не состоялось. И борьба за нормальные условия жизни у актюбинцев началась опять. К слову, сейчас общая стоимость этого проекта более полутора миллиарда тенге. Наоборот, надо разгружать эту дорогу, перенаправлять машины в ту сторону и там делать параллельную дорогу. Там вот параллельная дорога, вот где-то километр проходит, дорога Таульсес, там всего лишь двухполосная дорога. Там можно будет не то, что там шестиполосные, можно и десятиполосные делать. И этих денег миллиард шестьсот вполне хватит. Не то, что там пару дорог можно построить. И вот эта дорога, которую сделали позинченько двухполосной, трех, три километра, всего потратили 200 миллионов. А тут сколько дорог можно построить? Вот мы не согласны. Наоборот, надо разгружать эту дорогу. В очередной раз разрешить этот конфликт собрались должностные и имеющие отношение к проблеме лица. Однако спокойного разговора так и не получилось. Каждый стоит на своем. И встанем, и не дадим вам закатать нас с асфальта. Говорит, что в расширении не пойдем. К примеру, сотрудники правоохранительных органов уверяют, что подобное расширение только на благо городу. Это значительно уменьшит как плотность потока машин, так и количество аварий на этом проспекте. Мы не будем справляться. Такой поток будет. Такой же, восьмиполосный, Абул Хайрхана, например, да? Никто же не жалуется, все нормально, велодорожка со всеми удобствами. То же самое, та улица, вот Батство, новый проект. Я, Арсен. Там восьмиполосная. Вот Мустафа Шувай, пожалуйста, шестиполосная будет, да. Мы же вашу землю не забираем. Это для города, для уличной дорожной сети увеличение пропускной способности. Есть такое понятие, воздушный бассейн города Ак-Тюбе. Мы не должны за город этот переживать, за безопасность. Пойдет ли кто-то из сторон на уступки в этом споре, пока не ясно. Жители, как видимо, не намерены отступать. А тем временем по этому проекту ко какие работы уже начались. Пока от кольца 12 микрорайона до улицы Газизы Жубановой. Там расширение планируется до четырех полос. Кристина Вейджи, Аслан Жубаев, программа «Факт». Ежегодно 5 июня отмечается Международный день охраны окружающей среды. А казахстанские экологи – профессиональный праздник. В честь этой даты местные волонтеры и сотрудники Департамента экологии провели акцию по уборке несанкционированных свалок вблизи города. Экологические проблемы привлекают к себе внимание не только представителей Гринпис, но и обычных рядовых граждан. Но не мусорить у себя под носом под силу, видимо, не каждому. На окраинах нашего города часто вырастают стихийные свалки, из которых мусор не вывозится месяцами, а то и годами. На одном из таких несанкционированных полигонов около Создинского водохранилища сегодня проводился субботник с участием волонтеров и сотрудников областного управления экологией. Департаментом совместно с министерством проводится работа. У нас, как вы знаете, может быть, слышали, есть программа космическая мониторинга, да, Гарш-Тапара. По вот этой космической программе проводится мониторинг всех несанкционированных свалок. Эти все свалки у нас взяты на учет. Убрать этот участок решили не случайно. От жителей близлежащего поселка Создинский часто приходили жалобы, что сюда вывозится много мусора, как строительного, так и бытового. Большой проблемой в последние два года стало резкое высыхание местных водоемов, а прибрежные лесные массивы из-за этого постепенно деградируют. Эти проблемы активницам известны и в небезразличны. Сейчас вижу, что убирают мусор, но все равно через неделю беспорядок возвращается. В основном молодежь мусорит, нет никакого воспитания, это плохо. Надо беречь город и природу. Люди мусорят на улице, на природе, но дома же они прибираются. Почему нельзя делать это везде? Мы живем тут рядом. В этом районе всегда чисто, но запахи стоят ужасные. Днелью бывает пахнет, всегда проветриваем дом. При опросе мы встретили и тех граждан, кого проблемы окружающей среды мало волнуют. Тамири Шумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, заработавшим миллиард долларов, сообщает «Россия-24». 35-летний португалец оказался третьим спортсменом-миллиардером. За 17 лет выступлений в большом футболе Криштиану Роналду заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты в различных кубках. Остальные доходы он получил от различных рекламных контрактов. Состояние португальского нападающего увеличится в 2022 году еще на 115 миллионов, когда завершится его контракт с Ювентусом. Первым спортсменом-миллиардером в 2009 году стал гольфист Тайрон Вудс. В 2017 году миллиард долларов заработал боксер Флойд Мейвейзер. Субтитры создавал DimaTorzok